Восстребованность полезной и вкусной выпечки среди населения останется всегда неизменной. А маленькие пекарни могут быстрее подстраиваться под потребности своего покупателя. Собственная мини-пекарня может быть достаточно рентабельным и востребованным предприятием. Кулинария «Беков» в Самаре открылась в 2014 году с экспериментального кафе. Учредители написали бизнес-план, нашли здание, открылись и начали пробовать. Аналогов этого проекта нет, где совмещена и готовая продукция, и выпечка, которая производится на торговой точке, и другая группа товара. У нас в торговой точке весь представленный товар является собственным. Мы его сами производим. Ни одна группа не заходит в нашу торговую точку, только свой собственный товар. После года успешного эксперимента предприниматели пошли дальше и решили открыть сеть пекарей, но столкнулись с финансовыми трудностями. Нужны были деньги на развитие бизнеса. Банки кредитовали под очень высокий процент, но выход нашелся. Поддержку оказал Департамент экономического развития, инвестиций и торговли городского округа Самары. Через Департамент экономического развития мы вышли на гарантийный фонд Самарской области, где и в течение 10 дней получили свой первый займ под 8 годовых процентов в размере 3 миллионов рублей. Начали активно открывать торговые точки. В 2-3 раза быстрее у нас это начало происходить. Они пришли к нам, и мы поддержали их. Мы выдали им сначала один микрозаем, потом второй. И потом, через некоторое время, они стали очень интересным клиентом для банка, потому что они уже имели обороты, они уже приобрели какие-то основные средства. И впоследствии, через 2 года, мы уже выдавали им наше поручительство. То есть это уже такой инструмент, нацеленный на более такой крепкий бизнес. Чтобы успешно развивать такой бизнес, необходимо отыскать подходящее помещение, закупить необходимое оборудование и подобрать грамотный персонал. А для этого опять понадобились дополнительные средства. Обратились и получили второй займ для открытия центра по обучению персонала, где у нас готовят как продавцов, так и пекарей. Продавцов готовят технику и методику продаж, а пекарей как практическое, так и на торговых точках обучение по выпечке. При плодомерной организации производства и правильном построении подходу к потребителю, такой бизнес может приносить солидный доход и обоюдное удовлетворение как покупателю, так и владельцу. В рамках развития приоритетного проекта «Малый бизнес» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории городского округа Самара оказываются меры господдержки, действующие благодаря реализации нацпроекта. Они открывают новые возможности для создания и расширения компаний, увеличения количества рабочих мест. Мы живем в этом проекте, развиваем этот проект, мы часть этого проекта устраиваем на работу, трудоустраиваем сотрудников, также открываем новые торговые точки. В перспективе по Самаре мы планируем их до 50 штук открыть. Ну а в дальнейшем есть предложения и в других регионах также эту сеть развивать. Быстро и качественно. Новый принцип организации питания, который дает возможность почувствовать себя гурманом даже в скоростном ритме современной жизни. Это не только выпечка, но и мясные деликатесы, и всевозможные сладости. И все это с собственного производства. Эту нишу мы заняли по причине того, что люди все меньше и меньше готовят дома. И это удобно, когда предоставляется недорогая качественная продукция, которую можно как на торговой точке попробовать, так можно и с собой взять для обеда или ужина в домашних условиях. Немаловажным фактором развития этого бизнеса, по словам Эдуарда Бекоева, найти опытного, искусного, знающего технологии пекаря-управляющего. Я в пекарне работаю уже с 16-го года, то есть это уже будет 4 года, управляющий технолог. То есть моя обязанность определенная, у нас есть определенные точки, по которым я езжу и контролирую. То есть технологию соблюдения всех правил продавцов, ну и вообще порядок и полностью всю работу торговых точек. Грамотно, очень грамотная команда подобралась у нас, начиная с людей, которые занимаются подбором персонала, обучением персонала. Это очень важно для компании, чтобы люди, которые посещают нашу сеть, получили хорошее обслуживание, качественное обслуживание. Каждый продавец знает не только свой ассортимент, но и состав продукта. И на все вопросы покупатель готов ответить. Благодаря усилиям квалифицированных поваров ежедневно доказывают своим клиентам, что слово «быстро» абсолютно не является синонимом слова «плохо». В этих кулинариях существует правило трех «нет». Нет Е-элементам, нет усилителям вкуса, нет красителям. Вот, пожалуйста, смотрите, то есть и начинка, у нас и начинка соответствует, то есть весь курник, он полный, да, а каждый ингредиент идет одинаково. Если, допустим, там сколько мяса, столько картошки, столько лука. Блюдо можно сравнить с домашней кухней. При этом сохраняют все свои полезные свойства, так как для их приготовления используются только натуральные продукты, которые поставляют фермеры из окрестных хозяйств. При этом на всех этапах производства ведется строгий контроль качества данной продукции. Каждый день продукция производится на торговой точке и в вечернее время, за полтора часа до закрытия, со скидочкой реализуется. И на следующий день заново витрина накрывается. Этим мы добиваемся свежести продукции, которую мы производим на своих торговых точках. Все блюда, как правило, хранятся не более суток. Приготовление пищи в БИКО происходит на современном итальянском оборудовании. И работают только лучшие ответственные повара Самары, которых отбирают со всей тщательностью. Мы делаем все свежее, делаем все каждый день, за дня в день. То есть у нас тесто, выпечка у нас вся свежая каждый день. В зависимости от воскресенья, суббота, понедельник. То есть всегда идет. У нас работники приходят, у них все начинается с нуля. То есть план производства ложится на каждый день. И они каждый день этот план производства выполняют. Залогом успеха любого малого бизнеса является наличие постоянного спроса и повторяемость продаж. Этим требованиям вполне соответствует производство различных хлебобулочных изделий. Такую продукцию граждане приобретают ежедневно и употребляют в пищу с большим удовольствием. Она очень вкусная, цена доступная, поэтому мне все устраивает, качество хорошее. Больше всего я люблю круассаны со сгущенкой и мне нравится пирог с вишней. К слову, ежедневно 15 тысяч самарцев отдают предпочтение именно этой сети предприятий. Всего торговых точек по городу 35, а название Беко жители трактуют по-своему, хотя это первые четыре буквы фамилии учредителя. Жители Самары переводят это по-своему как быстрое и качественное обслуживание. Это народный взгляд на наши торговые названия. По словам владельца, бизнес непростой. Ну, во-первых, потому что связан с питанием, а это риски. И чтобы не оставалось излишек, также найдено грамотное и современное решение. Вся продукция, которая представлена в витрине, изо дня в день она анализируется аналитиком и заказывается в том объеме, который в течение работы, в течение дня весь реализуется. Каждая торговая точка оснащена камерами видеонаблюдения. И вот мы в онлайн-режиме можем за каждой торговой точкой смотреть. В планах компании открыть более 50 торговых точек по городу и выйти на российский рынок. Также для новичков очевидно преимущество мини-пекарей. Как для бизнеса и из личного опыта предпринимателей следует, что потребление хлеба и другой выпечки сегодня остается стабильно высоким, вопреки снижению покупательской способности населения. Стоит заходить на эту нишу и необходимо заходить начинающим предпринимателям. Это подстегивает и действующих предпринимателей. Должна быть конкуренция обязательно в любом сегменте. В этом случае не будет никаких проблем, если человек, который написал бизнес-проект, он знает, чего он хочет, пути достижения этой цели, он понимает. Также он обратится в гарантийный фонд Самарской области, где ему также на этих же условиях помогут недорогим кредитам, займам. И покупательская способность подтверждает, что на этот рынок нужно заходить. В Самаре действует региональный институт развития предпринимательства, на который может опереться бизнесмен на разных стадиях развития своего проекта. Это информационно-консалтинговое агентство, региональный центр развития предпринимательства, гарантийный фонд, центр поддержки экспорта, центр инновационного развития и кластерных инициатив. Подробная информация о всех организациях с перещьем услуг, адресами и телефонами размещена на портале Департамента экономического развития, инвестиций и торговли городского округа Самара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин